Рыбалка по-рудянски кажется только началась, а в чистом прозрачном мартовском воздухе уже ощущался запах будущей ухи. Конкурс рыбаков, любителей, проходит в селе уже пять лет к ряду и интерес к ней только растет. В нынешнем году на участие заявились пять десятков бывалых рыбаков и рыбачек. Проводить вот такое замечательное мероприятие, потому что нигде на территории Сухого Лога такого мероприятия нет. Мы рады, что традиция, она призвалась. Пять лет это, в общем-то, небольшой срок, но в то же время поставляет говорить о том, что верно будет десятая рыбалка и пятнадцатая. Пока команды и отдельные участники колдовали у лунок, на берегу уже разжигали костры. Масовики, затейники из Дома культуры села Рудянского, чтобы не мерзнуть на морозце. Водили хороводы, организовывали игры, зимние забавы, перетягивание каната, сочиняли частушки о рыбаках и рыбачках. В это время в шести станах закипало и варилась уха. Кто-то предпочел для ухи консервы, кто-то форель. Глава администрации села Рудянского Павел Глубоких привез на уху по традиции карпа. В этом году будет номинация на лучшую уху, на самую вкусную. У нас будет участвовать шесть семейных коллективов. Наконец, время рыбалки закончено. Самый большой улов оказался у Галины Осинцевой. Она сняла с крючка 18 рыб. Самой удачливой рыбачкой признана Нина Савина. Ей повезло, в том, что ее улов был не таким многочисленным, но более весомым. Обе победительницы из рудянских рыбацких семей, где ни муж, ни дети без рыбалки себя не мыслит. Самая маленькая рыбка, ершик, попалась Сергею Зенкову, участнику с предприятия Форес. Самая большая, девятилетнему Павлу Худорожкову из села Филатовского. Чтобы вытянуть рыбу, пришлось даже лунку во льду расширять. Вместе с другими рыбаками у лунки, в ожидании улова уже пять лет подряд Евгений Быков, председатель городской думы. Это хобби с детских лет. Я занимаюсь рыбной ловлей, любительской. Я приезжаю сюда каждый год, участвую в соревнованиях по рыбной ловле. За общим застольем было съедено два огромных котла вкуснейшей ухи, не считая уху, сваренную на шести станах, которые угощали всех желающих, и котел горячей картошки с мясом. В мартовский предпраздничный субботний день, все было особенно вкусно. На память о рыбалке победители получили в подарок календари с замечательными видами села, футболки, продуктовые наборы.